Павел, добрый вечер. Ну что, у нас центральный матч тура завершился. Спартак сумел уйти от поражения, проигрывая по ходу матча 0-1, имея минус одного игрока. И ничья, пожалуй, в пользу Спартака. Другое дело, уберегла Анаруя Витторио от отставки. Я думаю, что это мы узнаем в течение недели во время международной паузы. Либо ему дадут доработать до декабря, до декабря, и потом будет расставание. Ну, в общем, это поглядим, это к беседе сегодняшней не относится. Какие у вас общие впечатления по этому матчу? Устроило ли у вас качество игры? Пока формулируете мысль, я напомню о том, что партнером этого выпуска является легальная надежная компания Bad Boom, которая представляет моим подписчикам бонус за первое пополнение. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии по промокоду BIGGY и получайте до 10 тысяч рублей бонус за первое пополнение. Итак, Павел, ваши впечатления по этому матчу? Сергей, добрый вечер. Ну, впечатления у меня по этому матчу, конечно, не очень радостные. Что вас не устроило? Ну, меня не устроило, естественно, качество футбола. И самое главное качество футбола, я так все-таки думаю, локомотива. Почему? Потому что, наверное, у нас было больше ожиданий от локомотива, который, вот так скажем, в последние игры играл в более такой агрессивный атакующий футбол. То есть команда изменилась во многих, скажем, компонентах. И команда стоит намного выше в турнирной таблице, чем Спартак. Поэтому, конечно, от локомотива были больше ожидания. И по самой игре локомотив начал все-таки более агрессивно. Они доминировали и все-таки заслуженно забили хороший гол. То есть была хорошая комбинация. Спартак проспал Керка в средине обороны. И после вот хорошей передачи, я считаю, Камана, да? Керк забил свой, наконец-таки, первый гол в России. Вот. И, ну, наверное, все-таки локомотив шел, скажем так, к более крупной победе. И потом все-таки вмешался в суд... Ну, это мое личное мнение. Вмешался в игру судья. И второй тайм был, ну, так скажем, ну, очень так... Игра такого низкого уровня с обеих сторон. Ну, понятно, Спартак играл в десятером. И Спартак сейчас, настоящий Спартак, он не так, не очень на многое способен. А локомотив просто не смог воспользоваться вот этим преимуществом. И правильно тактически перестроить, чтобы игру провести на хорошем уровне. И, ну, так скажем, увеличить этот счет. И довести игру до... Павел, а я в два момента, по-сказанному вами. Во-первых, вот давайте разберем этот гол. Вы... Кого в данной ситуации мы можем пожурить за то, как команда сыграла в обороне при первом пропущенном мяче? Значит, смотри, на мой взгляд, в чем вся проблема? Я считаю, что Спартак вот в такой тактической схеме, как они играют, ну, на протяжении все-таки так определенного периода при Витории, да, вот, им тяжело играть с таким подбором футболистов вот в такой схеме. Тем более, локомотив, локомотив сегодня тактически их переиграл, потому что локомотив насыщал постоянно свою середину поля. Там постоянно было 4, а то и 5 игроков, и за счет этого они, естественно, доминировали и переигрывали Спартак. И особенно вот, скажем так, в правой зоне у Спартака, откуда и пошла передача, откуда пошла передача, где дали спокойно дать передачу на Керка. Там, конечно, Айртон ошибся, вот, или же Джики должен был там помогать, да. Ну, во всяком случае, локомотив хорошо использовал вот эту вот ситуацию, разрезающая передача, Керк вошел на скорости и так, ну, так скажем, подстроился и, так скажем, в движение, в касание забил этот гол, да. Поэтому здесь и проспали, и проспали игрока, который передачу давал, то есть у Спартака не хватило там ни людей, ни прессинга, чтобы помешать ему дать эту нацельную передачу. Но Айртон уже, конечно, опаздывал, ему было тяжело, потому что там только должен был бы, мог бы, помочь ему один из центральных защитников, а этого не произошло. Вот почему произошел этот гол. Да, Павел, я извиняюсь, я вас прервал. Да, 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 и поэтому мне вот немножко странно, потому что я считаю, что все-таки, ну, можно было даже при этом составе, да, мы не будем сейчас говорить там, что кто-то должен был со скамейки выйти там, вот, тренер выбрал вот этот вот состав, один человек. Так я считаю, что тактически можно было даже все равно по-другому сыграть. А так как играл Спартак, то есть вот он играл, опять-таки, вот с тройкой Зобнин, Литвинов и Игнатов, это, ну, ребята, которые не в состоянии, скажем так, в меньшинстве, в средине поля вести игру и без проблем, так скажем, конкурировать с четырьмя или с пятью игроками Локомотива, да, которые на сегодняшний момент и мобильнее, и побыстрее, и потехничнее, и они превосходили в численном преимуществе, я говорю, тем более Смолов тоже двигался, смещался и уходил с своей позиции центрального нападающего. Вот, и здесь просто мне странно, почему, ну, тренер не отреагировал, опять-таки, вот потерянный промис слева, Соболев, о котором мы уже часто очень говорили, что, ну, опять-таки, в Спартаке на сегодняшний момент очень мало игроков индивидуально сильных, которые могут что-то решить. А вот такой вот командной игры, вот таких вот, скажем так, звеньев, комбинаций, чтобы они друг другу помогали, подстраивались друг под друга, да, вот, с этим проблема. Поэтому я считаю, что Спартак сегодня, ну, на мое мнение, должен был играть по другой тактической схеме. Павел, а что вы имеете в виду, что, почему эта тактика не подходит, что вас не устраивает? Вы считаете, что качество игроков в середине поля не позволяет действовать по такой схеме? Ну, конечно, это не те, на сегодняшний момент это не те футболисты, не того уровня, чтобы играть в середине поля, скажем так, вдвоем, там, Игнатов, он играл чуть выше, более так, справа, да, то есть остается Литвинов и Зобнин, то есть, ну, мы прекрасно знаем, Зобнин, Литвинов, это не те полузащитники, которые могут вот спокойно вести игру в середине поля, когда у них, скажем так, меньшинство. И опять, Айртон и Мозис, они не такие латеральные, крайние защитники, полузащитники, как бы их ни называли, которые бы, ну, скажем так, затерзали бы, затерзали бы вот эти два фланга локомотива. Поэтому здесь надо по-другому играть, и Промиса надо по-другому использовать, и если уже с Соболевым играть, то тоже Соболева, хотя, конечно, тяжело, потому что он, ну, все-таки очень зависимый футболист, мы уже об этом говорили. — И вы сказали важный момент о судействе, что во втором тайме, ну, и в первом, и во втором тайме сделал такой арбитр, что перевернуло ход матча. — Ну, я считаю, что, я считаю, как я увидел быстро этот момент, да, вот, я считаю, что второй желтой карточки не было, вот, потому что, ну, там, если Литвинов слегка задел игрока локомотива, то слегка, то, ну, абсолютно это не тянуло на желтую карточку. Второе — это все-таки дерби, вот, судья, если который судит такие матчи, он должен чувствовать этот момент, эту ситуацию, вот, потом, наверное, я думаю, что на этой игре, наверное, было или есть вар, вот, поэтому это решение было очень быстрое, поспешным и такое, ну, так скажем, ожидаемым или желаемым. — То есть это, это вот я так могу говорить там, правда это или неправда, это, это уже, как говорится, нюансы, это мое, это мое ощущение, то, что, как говорится, то, что вот я видел, что, ну, вот, за такое нарушение, я считаю, нельзя давать, тем более судья знал, что, тем более, что судья знал, что у него есть уже одна желтая карточка, вот, то есть, то есть если судья, конечно, опытный, и он понимает и чувствует, и чувствует нить игры, и, ну, и вообще хочет, чтобы это было, скажем так, зрелищное и настоящее дерби, да, вот, Вот он в этой ситуации не мог бы, а должен был совершенно поступить по-другому. Ну, если там, я не знаю, если кто-то увидел, что он там его ударил, там зацепил, то это другая ситуация. Но мне так не показалось. Павел, вы сказали о том, что, ну, как бы есть вопросы по промису, но вот все-таки действительно от него ждут большего, и лидером команды он так и не стал за год. Сегодня как вы оцените его игру? Ну, опять посреднее, так сказать, ну, серенько, серенько. Ну, понимаешь, опять-таки, тут, ну, конечно, промис есть промис. Это человек, который когда-то очень помог Спартаку стать чемпионом, вот, и опять приехал из-за Ягса. Но опять футбол – это командная игра. И промис, естественно, он сейчас не в своей лучшей форме, потому что Спартак не в своей лучшей форме. У Спартака нету игры. Спартак не контролирует игру, у него мало комбинационной игры, они мало создают моментов, они мало доминируют среди неполя. Поэтому и промис, естественно, скажем так, на голодном пайке, то есть на него вся надежда, что он что-то должен индивидуально в каких-то моментах создать или решить. Но, к сожалению, у него это мало и тоже не получается. Я говорю, что Спартаку, конечно, надо менять, надо менять все-таки игру, и чтобы у них, ну, чтобы у них была более комбинационная игра, чтобы они помогали друг другу, и футболисты играли в более доминирующий футбол. Поэтому здесь, ну, как на мой взгляд, то есть здесь надо хорошенько думать о тактике, по какой тактике, чтобы команда играла. Павел, ну и вот на ваш взгляд о Локомотиве мы не поговорили. Что, на ваш взгляд, изменилось в Локомотиве после матча с Галатасараем? Почему команда, если мое мнение верно, если оно совпадает с вашим, играла более осторожно? Я думаю, возможно, возможно, команда все-таки не восстановилась, не отошла еще от Галатасарая, потому что команда, скажем так, последние 3-4 игры все-таки играла в очень энергетично затрачиваемый футбол. Вот, сегодня этого было меньше. Хотя я еще раз говорю, что они переигрывали Спартак в первом тайме, и у них было намного больше движения. Да, было немного мало, немного было, конечно, голевых и опасных моментов. Вот эта вот атака, которая привела голу Керка, это хорошая атака, хороший момент. Ну, так скажем, по тому, что вот Локомотив все-таки превосходил Спартак в движении и в контроле мяча, хотя Спартак играл дома, да, опять-таки моментов создается у Локомотива очень мало, да. Поэтому здесь, конечно, вот нам с тобой со стороны тяжело решать. Это, конечно, лучше знает Локомотив, насколько футболисты были сегодня восстановлены, свежие к этой игре, да, и почему, ну, может быть, опять-таки, может, ну, может быть, они как-то опасались, я не знаю, Спартака. Но я думаю, что, наверное, тоже как-то и сыграло роль, конечно, восстановление. Все-таки команда провела тоже игру в четверг в таком хорошем темпе и на хороших скоростях. Поэтому это тоже играет роль, я так думаю. Павел, по обороне Спартака все-таки не было Жиго, и вышел Кутепов. Вы увидели, что играли хуже, что это как-то повлияло? Ну, пропустили гол, так скажем, из центральной зоны, да, то есть это гол пропустили где-то между Кутеповым и Джики с участием Айртона, да. Вот, ну, конечно, у Кутепова это, по-моему, первая игра в основном составит за довольно определенный срок, что он не играл, да. Вот, я не хочу сказать, что, ну, Спартак там провалил эту игру. Ну, естественно, понятно, что Жиго на сегодняшний момент это защитник и игрок другого уровня, чем Кутепов. Я считаю, что Спартак плохо сегодня играл или пропустил гол там, не повинеть за того, что играл Кутепов и не было Жиго. Это, как говорится, вина и вопрос ко всей команде, я еще раз говорю. И Спартак просто не играет в свою спартаковскую игру. То есть, ни в коем случае не хочу сказать, что вот тренер виноват. Его убирать надо, как ты говоришь, что, может быть, там уже что-то поменяется, как там пишут, спекулируют. Все пытаются поставить каких-то им удобных тренеров, вот, пытаются продвигать своих кандидатов, чтобы потом было легче помогать Спартаку. Вот, ты понимаешь, о чем я имею в виду, да. Конечно, я считаю, что вообще из-за уважения и из-за того, что тренеру надо давать время, какое-то время, это сто процентов. Тем более, Витория, ну, так скажем, если в чем-то виноват, то его вина очень, так скажем, незначительная, потому что здесь вопросы к самому клубу, к организации, к структуре, приобретениям. Павел, давайте эту мысль разовем. Вы что, имеете в виду, что Витория ни в чем не виноват? Ну, все-таки команда на каком? В конце первой десятки. То есть, времени на то, чтобы что-то выстроить у него было. У вас нет ощущения, что он вернулся к тому, что было наработано ТДСК, но уже слишком поздно? Я не сказал, что он не виноват вообще, потому что тренер в любом случае несет ответственность. Я просто хотел сказать, что он не один виноват. И он, естественно, скажем так, был брошен в такую ситуацию. У него не очень достаточно хороший, качественный выбор футболистов. Просто я сейчас хочу немножко вернуться именно по его стилю работы. Понимаешь? У разных, допустим, стран, у специалистов, у них есть все-таки свои направления. Есть немецкое направление. То есть, скажем так, гиггенпрессинг. Это все-таки футбол такой с хорошим движением, с динамикой. Команда все-таки должна стараться играть высоко, прессинговать. Португальский футбол, он не такой. Поэтому, когда Спартак, все-таки будем говорить, мы сейчас не будем говорить, кто это хотел, кто это взял, кто за это ответственен. Сейчас уже, как говорится, уже не разберешься. Когда клуб назначает тренера, он должен знать, какого он берет тренера и по какой системе, по какой, скажем так, манере будет играть его команда. Поэтому здесь вот сейчас четко просматривается, что все-таки локомотив, он хочет, скажем так, искать быстрее и больше счастья у ворот соперников. У Виктории, конечно, такого нет. Он более тренер, скажем так, ну, такого второго плана, второго плана, что команда играет, скажем так, не все вперед, не побежали. Поэтому я говорю, что здесь надо просто вот, здесь надо, конечно, ему постараться использовать все самые лучшие качества футболиста, которые у него сегодня в распоряжении, и определиться с правильной тактикой. Конечно, у него было время, я с тобой согласен. Конечно, у него было время. И я думаю, что этот Спартак с этими футболистами, он бы мог бы играть по-другому и в плане зрелищности, и в плане очков. Но вот, к сожалению, не получается. И складывается, скажем так, неудачный сезон, сто процентов в чемпионате России. Поэтому, конечно, здесь тоже есть его вина, и есть его ответственность. Это, конечно, однозначно. Но, то есть, на ваш взгляд, все-таки, что теперь делает Спартаков? Все-таки, надо ли менять тренера сейчас? Надо ли ждать зимы? То есть, я правильно понимаю, что вы считаете, что под футбол Руя Виторио у него недостаточно качественный народ в атакующей группе? Или что, Павел? Нет, ну, качественного футболиста можно, конечно, в любую линию добавить. То есть, это никогда, как говорится, не помешает никакому клубу. То есть, конечно, нам со стороны тяжело с тобой судить, почему это не происходит. Ну, совершенно ясно, что команда играет неуверенно. То есть, у команды нет своего рисунка, нет, скажем так, стиля, который бы футболистам нравился, и в который они могли бы играть и показывать футбол, не который мы видим, скажем так, на протяжении, ну, вот, последнего периода и последних игр Спартака, да. Ну, ладно, пускай, скажем, Лига Европы, там все-таки другие соперники. Но в чемпионате России, конечно, Спартак обязан показывать другой футбол. И это я как могу, как пример назвать, понимаешь? Может быть, надо играть, может быть, надо играть без Соболева, может быть, надо играть без латералей. Поэтому я говорю, что здесь много разных идей, но ему решать, и он отвечает за этот выбор и за, скажем так, и за игру Спартака. Да, в чем не заработал клуб, на ваш взгляд, если мы говорим о клубе? Сергей, моя позиция очень простая. Я всегда считаю, что успех тренера, это практически 70-80% это работа клуба. Если клуб выполняет свою работу на отлично, то, скажем так, любому среднему тренеру всегда легче и всегда больше шансов добиться или результатов, или, скажем так, выиграть какие-то трофеи. Если в клубе это не на должном уровне, и если, скажем так, хромает, или вообще, скажем так, не на профессиональном уровне селекции, то любому тренеру тяжело, потому что не хватает исполнителей, и он не может реализовать свои, скажем так, тренерские идеи. Поэтому я считаю, что... Ну, опять мы будем возвращаться к приобретению, к футболистам, которых брали, которые там не играют или плохо играют. Поэтому это же... Ну, что мы будем об этом повторяться? То есть клуб, он должен, клуб, он должен, как говорится, заботиться и быть ответственным, чтобы у него была хорошая команда по его возможностям. У Спартака, в принципе, хорошие возможности, если мы будем брать, так скажем, российский чемпионат, да? Вот, поэтому это их ответственность, и они за это отвечают. А тренер, он приходит, и он уже использует этот материал, он отталкивается от уровня футболистов и уже подбирает тактику к игрокам и футболистам, которые есть в его распоряжении. Понятно. Павел, спасибо вам большое. Вот, а второй тайм, конечно, я считаю, это разочарование для зрителей, и, к сожалению, тоже очень, скажем так, ну, игра локомотива тоже непонятная, когда у команды на одного игрока больше, и они, в принципе, должны были додавить Спартак, да, в принципе, их просто переиграть и забить или два мяча, а они пропустили гол от Умярова. Я считаю, гол, в котором не совсем хорошо сыграл Гильермо, да? Вот, это все-таки опять-таки врата сборной России, и, ну, и вот такой, вот такой скучный, скучный вот этот вот нервозный с разными фолами, ну, с множество желтыми карточками второй тайм, я думаю, что он никому не понравился. Понял, Павел, спасибо большое. Так что удачи сборной, будем смотреть и болеть. Будем, спасибо, счастливо. Всего хорошего, приятного вечера. Субтитры сделал DimaTorzok